Дорогие друзья, приветствую вас на зоне. Сегодня беточки из курицы. Очень интересная концепция, нравится детям. Сразу вам скажу, ну, курицу надо есть детям. Нравится всем, потому что всем немножко дети. Фишечка сегодня, естественно, будет. И сейчас я вам ее сразу же покажу. Вот у меня сотейник. Я в него насыпаю, как вы думаете, что манную крупу. Вот пустой сотейник. Маночка. Может быть, полстакана. И где-то, может быть, полтора стакана воды я сюда налью. Для того, чтобы сварить манку на воде. Ну, соли, соли. Щепотка соли здесь будет у меня. Просто манка на воде. Даже если, не дай бог, образуются комки. Вот это единственная манка, в которой допустимы комки. Я никогда не забуду случай, когда я был в Америке. И своему племяннику я ему сварил манку. Потому что мне сказала его мама, что, ну, манку ему свари. Я сварил. Ребенок мне говорит, что-то у тебя манка, дядя Илья, неправильная. Я говорю, что такое? Он говорит, комков нет. Это неправильно насыпать манку в молоко, в кипящее, и заваривать манку. Надо насыпать манку в холодное молоко. И перемешивать, и нагревать, она всегда будет без единого комка. Вот, смотри, сейчас я вам покажу. Все, есть. Вот она, смотрите, какая маночка. Вот она такая текучая, вязкая. Потому что она, когда остынет, она уже будет очень плотная. Вот это будет мой наполнитель. То есть я вместо хлеба размоченного, да, чтобы нежно было, добавляю холодную манку. Сейчас я в миску ее, чтобы манка остывала. Для того, чтобы она быстрее остыла, я ее буду иногда подмешивать. Я могу поставить эту миску в другую миску с холодной водой, да. Просто будет быстрее. И я пока могу сделать фарш. Я могу взять, вот смотрите, у меня, видите, куриное филе. Нарезаю его под мясорубку. И вот сюда на платформу. Одно было филе, второе филе. И сейчас я это измельчу в мясорубке. Вот без лука. Лук можно добавить сырой, но я не люблю. Нежный будет хороший вкус. Чеснока тоже не надо, но можно, если хотите. Включаю. Есть. Теперь я пока фарш посолю. Вот у меня соль. Посолю и дам сюда вот чуть-чуть из специи, только немножко белого, белого молотого перчика. Он спокойный и все будет хорошо. Вкус будет оставаться мягким. Чуть-чуть, может быть, треть чайной ложки. Теперь деревянная лопатка. Пока перемешаю. Это еще не все компоненты. Помните, у меня манка остывает специально для этого фарша. Кстати говоря, и в рыбные беточки точно так же я добавляю холодную манку. Вот видно следы, как я ее перемешивал. Вот она, вот она. Посмотрите, какая стала достаточно плотная. Я сейчас... Ну, сколько манки? Где-то 20%. То есть вот вес этой манки 20% от веса курицы, которая пошла на фарш. Я сделаю на глаз, но все будет хорошо. Вот так есть. У меня вот здесь, может быть, грамм 600 было грудки. Вот одно яйцо на 500-600 грамм грудки. Шмяк. Значит, соль и перец здесь есть. И теперь нежнятинка. Теперь надо добавить еще немножко нежности сюда. Я пошел за сливками. Ну вот, ребята, вы видели, что у меня много упаковок вот таких сливок в холодильнике лежит. Зачем я купил их много? Ну, знаете, я вот... Национальность вообще меня обязывает. Я купил много сливок. Было выгодное предложение, хорошая цена. Так я и купил. Они хранятся долго. А что мне мешает купить? Более того, у меня есть такое приложение, которое сканирует чеки. И вот за это я получаю кэшбэк. Приложение называется Чекскан. Я сейчас возьму чек вот от этих сливок и покажу вам, как это работает. Вот мой чечок. Я вам, ребята, скажу, что если вы выбрасываете чеки из магазина, то лучше этого не делать, потому что можно его приложением просканировать и получить кэшбэк. Вы можете в магазине встать, там много чеков валяется. Вы будете миллионером. Сейчас я вот просканирую свой чек. Вот здесь все очень просто. Даже я соображаю. И я уже вижу свой чек и свои покупки. Так что Чекскан – это такое приложение, которое всегда возвращает 1 рубль за 1 чек. Даже если в этом чеке нет товаров, которые продаются по акции. И это единственное такое приложение. Но можно зарабатывать не 1 рубль с чека, можно зарабатывать больше. Потому что в приложении есть специальный список товаров, за которые вы можете получать больше. Так вот я купил сегодня 10 упаковок сливок, и я получил назад приличные деньги. И не думайте, что это касается магазинов, которые только стоят на земле. Это касается еще и интернет-магазинов, потому что у приложения Чекскан есть партнеры. Это и Пятерочка, это и Перекресток, это М-Видео. И там можно получить до 30% кэшбэка. Вот что, ребята, нужно сделать. Нужно войти в приложение, выбрать там магазин, перейти по ссылке, ознакомиться с условиями. А потом делать покупки так, как вы их делаете в обычном режиме. А потом, через некоторое время, вам придет кэшбэк на ваш баланс. Я вот уже таким способом накопил 403 рубля. В этом приложении нет лимитов, поэтому сколько вы накопили, столько вы будете выводить на виртуальную карту. Например, этими деньгами можно оплатить мобильную связь. В общем, ребята, если вы хотите накапливать 300, 500, 700 рублей, просто смотрите на этот QR-код, скачивайте по нему приложение и копите. Но также вы можете посмотреть на ссылку под видео и через эту ссылку скачать все приложения, и вам будет хорошо. Ну, а теперь я добавляю сливки. Они мне снижают себестоимость, как вы теперь поняли, моего блюда. Ну, на 500-600 грамм фарша, я имею в виду, сколько манки вы знаете, сколько яйца вы знаете, я где-то, может быть, налью сюда грамм 80 сливок. Вот так. И теперь моя задача только все это тщательно перемешать. Ну вот, я тщательно вымешиваю так вот по кругу, чтобы хорошенько интегрировать жидкости. Манка, чтобы хорошо разбилась там, так сказать, интегрировалась. Вот, получается, нежный вот такой вот чуточку даже взбитый фарш. Теоретически было бы лучше, если бы этот фарш поставил в холодильнике даже пару часов. Я буду работать прямо из-под ножа. Значит, у меня есть панировочные сухари. Вот так. Я сейчас, смотрите, что сделаю. Я сейчас возьму и этот фарш прямо на панировочные сухари в виде порции положу. Запанирую и буду потихонечку жарить. Не до конца. Мне правильно их обжарить, а потом довести до готовности в духовке. Это будет самый оптимальный вариант. Я поэтому сейчас возьму холодной воды, чтобы смачивать руки, чтобы фарш не прилипал к рукам. Вот я беру вот так фарш нежнейший, да, и вот такими фрагментами кладу на сухари. Ну, я шесть штук сделаю, ребята, шесть штучек сделаю. Остальной фарш я могу, например, заморозить, потому что потом из этого фарша я могу и фрикадельки какие-нибудь сделать. Я этот фаршик могу даже вмешать туда риску какого-нибудь, тефтельки паровые сделать. Значит, я еще немножко сейчас сухариков, посмотрите, сверху. Я потом эти сухарики могу просеять, ничего с ними не будет, и они дальше у меня будут храниться. Изделия, вот такие панированные штукенции, лучше всегда не сразу жарить, а дать им немножко полежать или постоять, чтобы они подсохли, чтобы они были, лучше сохраняли форму. Ну, для формы я могу немножко на доске придавать им форму. Допустим, вот я взял шарик, он уже у меня запанированный, да, я могу сейчас вот так ножом покрутить его, приплюснуть, опять немножко покрутить для того, чтобы была ровненькая форма у него. А потом так на нож и могла пока переложить на такую тарелку. Потом перед жаркой я опять смогу чуть-чуть подкорректировать форму. Деткам нравится, ну, оно теоретически, знаете, можно, допустим, как поступать? Можно все беточки сделать, обжарить их, они внутри еще сырые, часть погреть в духовке для еды, а часть заморозить предобжаренных. Тоже будет рационально, между прочим. Вот, буквально, ну, можно, не знаю, 10-15 минут подождать. Можно и в холодильнике их поставить, прямо на тарелке не накрывая. Они начнут подсохнуть. Вот, сковородка сейчас, пока она будет нагреваться. Маслица. У меня готов прокрешочек с пергаментом, чтобы на нем прогреть уже битки в духовке. Я сейчас еще раз буду им придавать финальную форму, подформую, и только тогда они пойдут уже на сковородку. Вот, наверное, уже и можно. И на сковородку. Духовку я уже завел, да, чтобы она была у меня на 180. Это такая усредненная температура вообще для всего. И мы поехали в духовку. Это займет где-то 15 минут. И можно будет подавать. Вот, ребята, 15 минут прошло. Я достаю беточки. Вот они шкварчат. Давайте один попробуем сейчас. Посмотрим на разрезе, как он. Пышный, хороший. Вот, смотрите, какой разрез. Вот, посмотрите, какой он сочный. Да, вот пошел. Вот доска становится влажной. Я прямо ощущаю, что он воздушный. Вот он парит. Почему я не ребенок? Почему мне не положено такие беточки? Только зараза детям, а? Гребенок. Я намеренно не делал гарнир, потому что вы уже умеете делать гарнир и без меня. Главная идея этого беточки. И главная фишечка – это взбивание фарша. Хорошо, хорошенько перемешивать его с холодной манкой, сваренной на воде. На соленой воде. Можете и на бульоне на курином сварить, если у нас есть. Конечно, это будет еще лучше. Так что, ребята, не доели манку с утра. Вечером вмешайте ее в беточки. Даже если она на молоке сварена. Ну, чтобы тут не сладкая была. До встречи на Зоне. Пока.